Мы уже несколько раз говорили с вами о том, каким ужасным провалом стал фильм Адам Паутина от Сони, причем с точки зрения сборов и с точки зрения отзывов зрителей и критиков, дошло даже до того, что сами звезды новинки распекали ее почем зря. Например, Дакота Джонсон откровенно не скрывала своего разочарования даже во время пресс-туров, и этим, по слухам, очень бесила представителей Сони. А вот что касается ее молодой коллеги Сидни Суинни, то эта барышня оказалась куда более шустрая или дальновидной, называйте как хотите. Да, она тоже подтролливала свое кино, но, как выяснилось совсем недавно, актриса попросту использовала Сони и их провальную Мадам Паутину, ну как трамплин для своей настоящей цели, а именно прорваться в Марвел. И теперь, кажется, ее дорога в МСЮ открыта. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Итак, давайте не будем снова долго повторять то, каким провальным фильмом оказалась первая попытка Сони Пикчерс и Коламбии создать фильм «Вселенная Человека-паука» без самого Человека-паука, ограничимся лишь короткой сводкой, что потратив около 100 миллионов долларов на создание и рекламу Мадам Паутины, пока что студия не вернула себе обратно и половина из данной суммы. И, скорее всего, в результате этот проект будет убыточным минимум миллионов на 30. Да и рейтинги новинки тоже вообще не радуют, так что совершенно никто уже не верит в то, что Сони и Коламбия будут снимать продолжение, а напомню, что ранее именно в этом состоял план киноделов создать нечто вроде новой отдельной франшизы, но тут, увы, не судьба, хотя им не привыкать, ведь Сони уже свернули и Бладшота, и Морбиуса, а там планы тоже были далеко идущими. Короче, к чему мы это все? Суть в том, что пока, например, Дакота Джонсон, которая играла главную роль в Мадам Паутине, сокрушается, мол, ее кинули и вообще она изначально подписывалась совсем на другое кино, ну а его прям переделали по ходу съемок и в итоге вышла полная лажа, а еще говорит, что она больше никогда не станет сниматься в подобного рода фильмах, в это же время ее более молодая и, видимо, более шустрая коллега Сидни Суинни, напротив, раскрыла карты, открыто дав понять, что она не жалеет о своем участии в фильме, ведь ее главной целью было совсем не это. В недавнем своем интервью Сидни сказала, что ее не беспокоит то, что выходит из-под ее контроля. На самом деле она даже благодарна фильму за те связи, которые у нее появились теперь, цитирую. «Это такой большой фильм, в котором задействовано так много людей. В таком фильме я не могу контролировать результат, особенно если я не продюсер, вы подписываетесь на все, что происходит и отправляетесь в путь. Для меня этот фильм стал строительным блоком, он позволил мне построить отношения с Сони. Без Мадам Паутины у меня не было бы отношений с теми, кто принимает там решения», продолжила она. «Все в своей карьере я делаю не просто ради этой истории, а ради стратегических бизнес-решений». А далее актриса начала рассказывать о том, как сильно она любит Марвел и персонажей киновселенной, и дала понять, что участие в Мадам Паутине, новообретенной связи и шумиха, вызванная ее образом, делают ее теперь главным кандидатом на роль в будущем спин-оффе Человека-паука от Марвел, особенно учитывая ее звездную силу, ну или даже на появление в крупнейших будущих фильмах киновселенной. Ведь примечательно, что самая большая роль Джулии Карпентер, героини Сидни в комиксах, была в «Секретных войнах». Именно во время этих событий она впервые появилась в роли Женщины-паука. То есть вполне возможно, что Марвел привлечет Сидни в МСЮ уже в следующий свой фильм оля «Мстители», дав, помимо прочего, ей шанс возглавить собственную франшизу. Понятно, что пока это лишь рассуждения и намеки самой актрисы, но согласитесь, безосновательными они не выглядят. Так что получается, что молодая звезда вполне себе неплохо все продумала, и там, где другие ее коллеги видят лишь негатив, она, напротив, усмотрела новые возможности лично для себя. Да и вообще Сидни почти что открыто дала понять, что сам фильм «Мадам Паутина» не являлся для нее самоцелью, а главной задачей она видела установить нужные связи, зарекомендовать себя в качестве актрисы супергеройского амплуа, и в итоге перескочить быстренько из Сони в МСЮ. Что же, занятная многоходовочка, так сказать, посмотрим, приведет ли она в итоге к нужному для Сидни результату. Что вы думаете обо всем этом? Пишите свои мысли в комментариях, обязательно подписывайтесь на наш канал, и не забывайте ставить пальцы вверх, а также переходите в нашу телегу. Спасибо всем, кто был с нами. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok